Нюши мэн, сэншэн мэн, чинайда пэнййо мэн, дача хао. Мо ши Шэнчжэн Бэйли Мо Сэкэда Шэ, ши шу ши Бу 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 Чжан. Мо чяо Би Дэ Нигу Лай Вэй Чи Кар Мэй Кэфу. Чинь тян, чинь юншу во гэни мэн дача дешао ися Шэн Бэй Мо. Таким образом, будет звучать мое приветствие на китайском языке. Сегодня речь пойдет про совместный университет. Крупнейший образовательный международный проект между Россией и Китаем. Моя презентация называется «Совместный университет МГУ ППИ в Шэнчжэне». Три языка, два диплома, один уникальный шанс. И сегодня я расскажу вам об этом самом уникальном шансе. В чем же заключается преимущество обучения в совместном университете? Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Обычно, когда я показываю его перед аудиторией, спрашиваю, что на нем изображено, очень многие люди полагают, что это главное здание Московского университета на Ленинских горах. Но это не так. На самом деле, вот так вот выглядит главное здание совместного университета. Оно находится в районе Лунган, в городе Шэнчжэнь, в восьми тысячах километров от Москвы, посреди огромного роскошного кампуса на 33 гектара. Среди китайских беседок, рядом с большим, замечательным, рукотворным лебединым озером. Меня зовут Калмыков Петр Николаевич. Я начальник управления по академическим вопросам совместного университета. И моя работа состоит в том, чтобы организовывать в совместном университете учебный процесс в полном соответствии с традициями и канонами Московского университета. Следить за тем, чтобы обучение наших студентов проходило в полном соответствии с требованиями МГУ имени Ломоносова. С тем, чтобы качество, предлагаемое нами образование, ничем не отличалось от качества образования в МГУ. МГУ ППИ в Шэньчжэне, МГУ Московский государственный университет, ППИ Пекинский пилитехнический институт и Шэньчжэнь. Что же это за город Шэньчжэнь? Когда я спрашиваю, кто слышал о нем, откликается буквально каждый десятый. Сейчас этот город еще пока не на слуху, но все поменяется в самое ближайшее время. Шэньчжэнь – это город удивительный и уникальный. Это самый быстро развивающийся город мира. И не случайно именно там был образован совместный университет. Город Шэньчжэнь расположен на юге Китая, на границе тропического и субтропического поясов. Это место, где всегда тепло, где всегда что-то цветет. Город вечной весны. Он находится прямо на берегу Южно-Китайского моря. Прямо на границе с Гонконгом, куда можно доехать на метро. Вот здесь, на востоке Шэньчжэнь расположен совместный университет. Вот граница с Гонконгом и прямо отсюда, к югу, находится мегаполис Азии. Один из крупнейших финансовых центров. А еще Шэньчжэнь это город будущего. Это форпост инновационного развития и крупнейший финансовый и промышленный транспортный центр Китая. Сложно поверить, но буквально 40 лет назад Шэньчжэнь был небольшой рыбацкой деревушкой на 700 человек. И вот за эти 40 лет произошло настоящее экономическое чудо. Шэньчжэнь превратился в один из крупнейших мегаполисов всего мира. Шэньчжэнь это город с населением почти в 20 миллионов человек. Это третий по ВВП город мира. Сейчас Шэньчжэнь отстает только от Нью-Йорка и Токио. Уже в этом году он опередил Лондон и Париж. ВВП Шэньчжэня сопоставимо с ВВП целых стран, например, как Объединенных Арабских Эмиратов. Шэньчжэнь это еще и центр международного образования и науки. И не случайно совместный университет появился именно здесь. Именно в Шэньчжэне проживает каждый пятый доктор наук Китая. Именно в Шэньчжэне сейчас на наших глазах формируются многочисленные международные научно-образовательные проекты с США, с Канадой, со странами Европы, с Израилем. И мы гордимся тем, что совместный университет стал одним из первых реально существующих, реально функционирующих совместных научно-образовательных проектов. Шэньчжэнь уникальный город с экологической точки зрения. Меня часто спрашивают, чистый ли там воздух. Да, очень чистый. Я неоднократно проверял карту загрязнений Китая и всегда видел, что Шэньчжэнь находится в зеленой зоне. Там действительно очень чисто. И это не случайно, потому что в Шэньчжэне расположено более 900 парков. Представляете себе, если каждый день проходить по одному парку, то вас уйдет почти три года на то, чтобы пройти все парки Шэньчжэня. Это две с половиной тысячи километров велодорожек и пешеходных тропинок. Почти 50% территории Шэньчжэня занимают различные парки и зеленые насаждения. Кроме того, в Шэньчжэне сосредоточено 52% высокотехнологичного промышленного производства Китая. Но это производство очень чистое. Это производство микросхем, чипов. Все высокотехнологичное, или почти все, чем мы пользуемся, родом как раз оттуда. Телефоны, компьютеры. Это суперкомпьютеры в учебных заведениях. Все это делается как раз в Шэньчжэне. Ну и нельзя не сказать, что Шэньчжэнь, город, расположенный на берегу Южно-Китайского моря, совместный университет находится от песчаных пляжей до Мэйша и Сяо Мэйша буквально в получасе езды на машине. А с учетом того, что среднегодовая температура в Шэньчжэне в районе 23 градусов искупаться иной раз можно, даже ранней весной и поздней осенью. Посмотрите, пожалуйста, несколько фотографий небоскреба Шэньчжэня. Наш совместный университет и первый выпуск. Как раз те самые пляжи до Мэйша и Сяо Мэйша. Это всегда зеленый, всегда цветущий город с огромным количеством парков и даже собственным сафари-парком на территории. Ну и теперь поговорим непосредственно о совместном университете МГУПП и в Шэньчжэне. Я хотел бы, чтобы несколько слов о своем детище, сказал председатель совета директоров совместного университета Сергей Михайлович Шахрай, человек, который стоял у истоков совместного университета и сделал все возможное, чтобы этот проект, вопреки многочисленным трудностям, все же появился. Это первый, единственный и уникальный проект, призванный, собственно, соединить преимущества российской системы высшего образования и китайской. И этот цивилизационный проект, история, культура, язык наших стран через образование, через научную деятельность сблизить наши страны и подготовить специалистов для общих проектов. Московский государственный университет Получение средств бизнеса, там всегда в последний момент что-то случится и сорвется. В данном случае бюджет города Шэньчжэне взял на себя все расходы и по созданию, по строительству кампуса современного университета, по оснащению его лабораторий самым современным оборудованием и по финансированию текущей научно-образовательной деятельности. Получилось на троих. МГУ, Пекинский политехнический институт и правительство, народное правительство города Шэньчжэнь. Действительно, на сегодняшний день обучение в совместном университете это абсолютно уникальная возможность. Это шанс жить и получать образование в самом быстро развивающемся городе мира. Учиться на русском языке, продолжать изучение английского языка. Освоить китайский язык даже с нуля, до уровня практически свободного владения. Научиться одной из самых перспективных специальностей у лучших преподавателей по самым современным технологиям. А на выходе получить дипломы МГУ и совместного университета на русском, английском и китайском языке. Но давайте разберемся во всем по порядку. Итак, обучение в совместном университете это получение образования в МГУ на русском языке. В полном соответствии с образовательными стандартами России. Как федеральными, так и самостоятельно устанавливаемыми стандартами Московского университета. Силами профессорско-преподавательского состава командируемого из МГУ. Обучение на русском языке на территории другого государства. Это наиболее актуальные и современные образовательные программы усиленные языковой и страноведческой подготовкой. Совместный университет максимально внимательно относится к отбору преподавателей для реализации образовательных программ. Так, все профильные занятия в университете МГУ ПП и в Шенчжене ведут преподаватели Московского университета, специально командируемые из МГУ. Более того, отбор преподавателей иногда даже более строгий, чем в Московском университете. Так, в Москве некоторые дисциплины могут, например, вести аспиранты. А в наших уставных документах закреплено, что преподаватели должны обязательно иметь степень не ниже кандидата наук. Соотношение преподавателей и студентов также закреплено в уставе совместного университета и составляет 1 к 10, а потому в совместном университете очень немногочисленные учебные группы, обычно в пределах 15 человек. Китайские преподаватели, специально обученные высокопрофессиональные кадры, ведут занятия по китайскому языку, дополнительным факультативным дисциплинам, по физкультуре, по английскому языку и некоторым другим предметам. Ну и нельзя не сказать, что по каждой дисциплине регулярно проходят опросы. После каждого модуля, после каждого предмета, обязательно студенты заполняют анкеты, в которых оценивают преподавателей, понравилось ли им заниматься у того или иного преподавателя, или хотелось бы что-то изменить. И в зависимости от результатов таких опросов принимается решение о возможности повторного командирования того или иного преподавателя. Одним из главных преимуществ обучения в совместном университете является возможность выучить китайский язык, один из сложнейших и, наверное, самый перспективный язык на свете. Для поступления в совместный университет знание китайского языка не требуется, но если вы его знаете, то мы определим вас в более сильную группу. В общей сложности обучение в совместном университете предполагает 1720 академических часов китайского языка. Это 860 часов на первом курсе и столько же на втором, третьем и четвертом. На первом курсе это в среднем по 24 академических часа в неделю. Это позволяет вместе с нахождением в среде, с постоянным общением с китайскими одногруппниками, прослушиванием китайских занятий, просмотром китайских фильмов по телевизору. Все это позволяет за первый год нашим студентам достичь четвертого уровня HSK и международный сертификат на знание китайского языка из шести возможных. А к окончании обучения получить шестой уровень, то есть максимально возможный уровень владения китайским языком. Преподаватели китайского языка, носители языка, специалисты в сфере преподавания китайского языка как иностранного. Группы очень малочисленные. Так, например, сильные группы в некоторые годы у нас состояли всего из двух человек. Выпускники бакалавриата совместного университета, защитившие выпускную квалификационную работу, сдавшие все необходимые экзамены, становятся обладателями сразу двух дипломов Московского государственного университета. Ровно таких же дипломов, как ежегодно вручаются на Ленинских горах выпускникам Московского университета. А также дипломы китайского вуза совместного университета МГУ ППИ в Шенчжене. Итак, это документы на русском, английском и китайском языках, которые открывают дороги по всему миру и позволяют продолжать обучение в разных странах мира или устраиваться на работу в России, в Китае, в Европе, в Соединенных Штатах и во многих других регионах мира. Ну и один из самых главных животрепещущих вопросов. Вопрос о стоимости обучения. Дело в том, что по китайскому законодательству не существует бесплатного высшего образования. Абсолютно все вузы в Китайской Народной Республике являются платными. Однако в России лучшие выпускники российских школ привыкли учиться бесплатно за счет бюджетных мест. Поэтому китайское правительство, стремящееся привлечь лучших выпускников российских и международных школ, разработало стипендиальную программу, которая позволяет компенсировать стоимость обучения тем ребятам, которые учатся усердно. Так все студенты, которые сейчас у нас учатся на четверке и пятерке, получают полностью обратно всю стоимость обучения. Стоимость обучения в совместном университете зафиксирована в юанях. Так в бакалавриате она составляет 40 тысяч юаней в год. В магистратуре 42 тысячи юаней в год. Это самая низкая стоимость среди всех китайско-иностранных вузов. И я еще раз повторюсь. Те ребята, которые учатся на четверке и пятерке, могут не только компенсировать стоимость обучения, но еще и остаться в плюсе. Потому что помимо университетской стипендиальной программы, существует еще несколько стипендиальных программ, в которых ежегодно участвуют наши студенты. Это стипендии города, района и провинции. Безусловно, гордостью совместного университета являются студенты. Обучение в МГУ ППИ построено следующим образом. В течение первого года почти полностью все учебное время отдано на изучение языка. Китайские студенты учат русский язык, российские студенты – китайский. После этого на втором курсе они вместе садятся за одну парту и начинают учиться на русском языке, экономике, высшей математике, химии, физике, филологии и другим наукам. Мы гордимся тем, что наши студенты справляются с этой непростой задачей. Многие родители беспокоятся и спрашивают, не тянут ли назад китайские студенты наших, не тормозят ли учебный процесс. Мы с уверенностью сейчас можем сказать – нет, не тормозят. Они нисколько не отстают от российских студентов. Это действительно очень сильные, очень мотивированные ребята. Представьте себе, для того, чтобы поступить в наш университет, многим из них приходится пройти конкурс до 30 человек на место и даже выше. Когда русский язык является не целью университета, не целью нашей образовательной деятельности, а средством, инструментом получения шикарной профессии, уникальной профессии, оказалось, что именно китайские студенты очень быстро усваивают русский язык. Я был до слез восхищен, когда они на втором курсе уже вовсю проводили научные эксперименты, общаясь на русском языке со своими руководителями научными, с нашими преподавателями. Но, конечно, совместный университет – это не только образовательный центр, но и центр развития науки. Поэтому планы у совместного университета по развитию научной отрасли – самые далеко идущие. Итак, в рамках совместного университета предполагается создание целого ряда научных центров по биологии, химии и материаловедению, и математике. Руководить этими центрами с российской стороны должны члены Российской академии наук, член-корреспонденты и академики РАН. Лаборатории научных центров будут снабжаться самым современным оборудованием мирового уровня, а научные коллективы объединят ведущих ученых из России, Китая и других стран. В совместном университете разрабатываются широкие планы по созданию самых современных лабораторий в области биологии, математики, химии и наукоматериалах. Мы приглашаем всех студентов начать свою научную карьеру в самых современных лабораториях, которые будут оборудованы по самому последнему слову – науки и техники. Церемония открытия совместного университета состоялась 13 сентября 2017 года в присутствии вице-премьеров двух стран. Совместный университет был создан с нуля в рекордно короткие сроки. С момента подписания первых меморандумов о сотрудничестве и договоров прошло всего три года и начался регулярный учебный процесс. Еще одним незабываемым событием в истории совместного университета стало открытие постоянного кампуса в июле 2019 года. Он был создан с нуля за два с половиной года благодаря многомиллиардным инвестициям китайского правительства и профессионализму китайских рабочих вовремя в июле 2019 года принял первых студентов и сотрудников. И первым же знаковым событием, которое произошло на территории постоянного кампуса, стало вручение первых дипломов выпускникам совместного университета. Красных и зеленых дипломов Московского университета, нашим ребятам, закончившим биологические и филологические факультеты. На сегодняшний день в совместном университете открыто пять факультетов. Это филологический факультет, факультет вычислительной математики и кибернетики, факультет наук о материалах, экономический факультет и биологический факультет. Это не случайный выбор. В совместном университете открываются те факультеты, в которых позиции Московского университета наиболее сильны. Так, по последнему рейтингу QS World University Rankings, по естественно-научному направлению Московский университет занял 21 место в мире. Естественно-научное направление представлено в проекте факультетом наук о материалах и биологическом факультетом. По математике у МГУ 34 место в мире. Это факультет вычислительной математики и кибернетики. Филологический факультет развивает в совместном университете лингвистику. По ней у МГУ в мире 23 позиция. Ну и конечно нельзя не упомянуть самый востребованный среди абитуриентов экономический факультет, выпускники которого занимают ведущие посты в государственных управленческих структурах, научных учреждениях и топ-менеджменте крупнейших российских компаний. Но мы ни в коем случае не собираемся останавливаться на достигнутом. В ближайшее время будет развиваться целый ряд перспективных направлений. Еще в уставных документах совместного университета было прописано 12 перспективных направлений, в рамках которых будет развиваться совместный университет. Это те направления, в рамках которых сотрудничество между Россией и Китаем будет наиболее эффективным. Те области знаний, в которых нам есть, чему друг у друга поучиться. В ближайшее время можно ожидать открытия целого ряда новых программ бакалавриата и магистратуры в рамках этих направлений. Очень интересное направление ждут наших абитуриентов. Это космические исследования, это медицина. Мы видим сейчас с этой ситуацией, с коронавирусом, насколько важна эта деятельность. И если бы нам в свое время разрешили начать с медицинского центра, факультета и клиники, я думаю, именно наши бы, медики и биологи, уже бы давно дали вакцину от этой болезни. Транспорт и логистика. Как один пояс, один путь, евроазиатское сотрудничество, как без этой дисциплины? МГУ запускает, уже запустил 6 спутников, все легкие и средние спутники Китая делают в Шинчжене, факультет космических исследований. Искусство, телевидение. Но я думаю, что на этом мы не остановимся, потому что сейчас ведем переговоры с ведущими юридическими центрами России и откроем у нас налоговое и таможенное международное регулирование, деятельность Всемирной торговой организации, международное частное право. Аудит. Это специальность факультета, которую я возглавляю в МГУ. То есть перспективы вообще-то захватывающие. Хочется поступить как минимум в магистратуру своего университета. Ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю вам сейчас немного более подробно разобраться в том, что уже сейчас представлено в совместном университете, и узнать, каким образом поступить на наши образовательные программы. Как я успел упомянуть, в совместном университете сейчас открыто 5 факультетов. Действует 5 образовательных программ бакалавриата. На филологическом факультете это программа русский язык и литература. На факультете вычислительной математики и кибернетики прикладная математика и информатика. Факультет наук о материалах обучает по программе химии, физики и механика материалов. Экономический факультет по одноименной программе экономика. Так же, как и биологический факультет по одноименной программе биология. Магистратура на сегодняшний день представлена двумя факультетами – филологическим и биологическим. На филологическом факультете реализуются программы «Русский язык и культура в современном мире». На биологическом – две программы на английском языке – это «Нанобиотехнология» и «Фундаментальная и системная экология». Давайте попросим деканов, руководителей соответствующих подразделений, немного более подробно рассказать про свои факультеты и образовательные программы. Нихао! Здравствуйте! Меня зовут Александр Владимирович Леденев. Я декан филологического факультета МГУ ППИ в Шенчжене. Я профессор филологического факультета Московского государственного университета. Вы видите, что я стою недалеко от памятника Михаилу Васильевичу Ломоносову. Я выбрал это место потому, что традиции филологической науки восходят к учению Михаила Васильевича Ломоносова. Он был не только прекрасным физиком и химиком, но и замечательным поэтом и филологом. Филологический факультет предлагает для студентов МГУ ППИ программу «Русский язык и литература». Это программа бакалавриата. Как вы знаете, язык – это дом бытия, по выражению одного из самых знаменитых философов. Язык обеспечивает человечество укрытием, домом. А литература – это высшее проявление языка. Филологический факультет предлагает вам стать прекрасными специалистами в области языков и литератур. Сейчас я нахожусь рядом с фундаментальной библиотекой МГУ. Видно, что язык и литература – это действительно большой дом. Это огромное хранилище всего, что накоплено человечеством. Научная работа на филологическом факультете МГУ ППИ продолжается в магистратуре. Филологический факультет предлагает две магистрских программы. Одна называется «Русский язык и культура в современном мире», а другая – «Русский язык как иностранный». Предлагаю вам поступить в бакалавриат или магистратуру филологического факультета, чтобы стать коллегой великого Михаила Васильевича Ломоносова. Добро пожаловать! Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ильин Александр Владимирович. Я являюсь деканом факультета вычислительной математики и кибернетики совместного университета МГУ ППИ в городе Шиньжене. Наш факультет предоставляет элитное образование в области математики, математического моделирования и информационных технологий. Мои коллеги, заместитель декана Фомичев Василий Владимирович, профессор, и Будак Борис Александрович, доцент, сейчас немножко подробнее расскажет о нашем факультете. Пожалуйста, Василий Владимирович. Преподавание в совместном университете МГУ ППИ в городе Шиньжене, в частности на факультете ВМК, опирается на 50-летний опыт преподавания соответствующих дисциплин на факультете ВМК в Московском государственном университете имени Ломоносова, старейшем университете России. Для разработки авторских курсов на совместном университете были привлечены лучшие кадры с факультета ВМК Московского университета. Многие курсы являются авторскими. Они разработаны ведущими специалистами, а также опытными, но молодыми специалистами нашего факультета. Качество нашего образования подтверждает успешные выступления наших студентов на различных конкурсах. Так, например, в этом учебном году на конкурсе по математическому моделированию, проходящем в провинции Гуандун, команды наших студентов заняли второе и третье места среди более ста команд из различных университетов Китайской Народной Республики. В наших программах, безусловно, изучаются современные и актуальные вопросы, связанные с математическим моделированием, суперкомпьютерными технологиями и прочими актуальными математическими проблемами. Дорогие друзья, добро пожаловать на факультет вычислительной математики и кибернетики совместного университета МГУ ППИ в городе Шенчжене. Добро пожаловать. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Брылёв Олег Александрович. Я являюсь деканом факультета наук о материалах совместного университета МГУ ППИ в Шенчжене. Говорят, что наступила эпоха интернета вещей. А материалы – это как раз то, из чего делают вещи. На нашем факультете мы научим вас делать новые материалы и улучшать свойства уже существующих. Начиная со второго курса, все наши студенты занимаются научной работой под руководством индивидуальных кураторов из МГУ. Работа ведется в самых актуальных областях современного материаловедения. Солнечные батареи, химические источники тока, биоматериалы и другие. Благодаря постоянным занятиям научной работой, наши студенты регулярно участвуют в международных конференциях, побеждают в различных конкурсах, а также являются соавторами публикаций в престижных научных журналах. В образовательный процесс на нашем факультете вовлечены лучшие преподаватели МГУ и Российской Академии Наук. На нашем факультете вы получите фундаментальное естественно-научное образование в области химии, физики, математики и механики, которая всегда будет востребована. Ждем вас на нашем факультете. Будущее за вами. Здравствуйте. Я декан экономического факультета совместного университета МГУ ППИ в Шиньжине Елена Юрьевна Архипова. Я также являюсь доцентом экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Экономический факультет МГУ был основан в 1941 году. Это один из самых больших факультетов Московского университета. В настоящее время на факультете трудится более 400 преподавателей и научных сотрудников. Более 300 из них имеют степени доктора и кандидата наук. На факультете функционируют 22 кафедры, множество исследовательских центров и лабораторий. В настоящее время на факультете обучается 3000 человек. Это 2700 студентов и 220 аспирантов. Факультет по праву гордится своими выпускниками. Среди наших выпускников, например, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиулина, первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов и много других замечательных профессионалов. Наши выпускники есть среди руководителей ведущих компаний и банков, среди руководителей и сотрудников известных научных центров и ведущих университетов России. Весь потенциал экономического факультета МГУ вот уже три года реализуется в нашей образовательной программе экономика на экономическом факультете совместного университета в Шиньжине, где обучаются китайские и международные студенты. Лучшие профессора и доценты экономического факультета ведут занятия в Шиньжине по стандартам МГУ. И несмотря на столь короткий срок реализации программы, наши подопечные уже радуют нас своими результатами. Так, в мае 2019 года две команды студентов-второкурсников экономического факультета вышли в общенациональный финал комплексного экономического конкурса со вторым результатом, обойдя 220 команд из университетов провинции Гуандун. Это новый конкурс, нацеленный на решение имитационных задач, в котором студенты должны продемонстрировать не только свои теоретические знания в области микроэкономики, макроэкономики, финансов, но и умение применять эти теоретические знания на практике при решении конкретных задач. Мы гордимся успехами наших нынешних студентов и надеемся, что их успех будет продолжен нашими новыми студентами. Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Андрей Владимирович Киташов. Я декан биологического факультета совместного университета МГУ ППИ и заместитель декана биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Я вам сейчас очень кратко расскажу, что такое биологический факультет МГУ ППИ, как он связан с своим материнским факультетом, с биологическим факультетом МГУ. Биологический факультет один из крупнейших факультетов Московского государственного университета. Я сейчас нахожусь во дворике биологического факультета. Вот он сейчас за моей спиной. А если посмотреть по другую сторону, там находится огромный ботанический сад. Это ботанический сад Московского университета Норобьева кара. Вот вся эта территория когда-то была посвящена биологии, она в той или иной мере сейчас связана с биологией. И надо сказать, что наши планы по развитию биологической науки и биологического образования в Шэньчжэне, они примерно соответствуют этому масштабу. Важной особенностью биологического факультета является то, что у нас здесь занимаются все ими науками о жизни, по всему спектру. От макромолекул до экологического уровня. Здесь можно найти специалистов в каждой области современной биологии. Мы сейчас находимся в большой биологической аудитории. Мне бы не хватило времени этого ролика для того, чтобы перечислить, кто здесь читал лекции из известных биологов. Сколько здесь было лауреатов Нобелевской премии. Биологический факультет это не только лекции в таких аудиториях, как я вам показал. Это еще и научные исследования. Мы сейчас зашли совершенно случайно в одну из лабораторий, в лаборатории фокальной микроскопии. Вот можете за мной посмотреть как фокальный микроскоп. Все студенты биологического факультета, они начинают обычно учиться базовым биологическим дисциплинам, а затем они включаются в работу научных групп, и под конец его обучения в бакалавриате, в магистратуре, и уж, конечно, в аспирантуре, они должны закончить самостоятельный научный проект, который делается в такой лаборатории или в похожем. Материнский и биологический факультет в Москве очень хорошо оснащен. Есть очень хорошая лаборатория, и у студентов есть все возможности для того, чтобы проводить свои исследования на нормальном, на серьезном мировом уровне. Наши китайские коллеги решили не отставать и оснастили лабораторный корпус в Шиньчжэне тоже очень ценным, очень хорошим оборудованием. И оно ждет вас, чтобы вы туда приехали и начали им пользоваться. Для того, чтобы поступить в совместный университет, не нужно ехать в Китай, не нужно знать китайского языка. Все происходит по правилам Московского университета. Нужно сдать вступительные испытания в Москве, в Московском государственном университете. Но прежде всего, нужно подать электронное заявление для того, чтобы принять участие в конкурсе. Электронное заявление есть у нас на сайте. После этого вы приходите в Московский университет, обычно это начало июля, для личной подачи документов. Дальше идут вступительные испытания в Москве, обычно в середине июля. Далее происходит зачисление в МГУ, и начинаются визовые процедуры, оформление приглашений и получение визы. И, наконец, переезд в Китай и начало обучения в совместном университете МГУ ППИ в Шэньчжэне. Обычно, очное обучение в совместном университете начинается в второй половине октября, в начале ноября, потому что порядка девяти недель занимают визовые процедуры. Однако в этом году, как вы уже, наверное, знаете, совместный университет приобрел бесценный опыт преподавания занятий дистанционно. В этой связи сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы начинать год для международных студентов 1 сентября в дистанционном формате, а через два месяца встретиться всем в Шэньчжэне и продолжить занятия в очном формате. Итак, зачисления в совместный университет происходят по результатам конкурса. Конкурсный балл формируется из результатов дополнительного вступительного испытания, которые проходят в Москве, а также результатов ЕГЭ. Какие же экзамены ЕГЭ нужно сдать для того, чтобы поступить в совместный университет? На филологическом факультете это литература, история и русский язык. На факультете ВМК математика, физика, информатика и, конечно, русский язык. На экономическом факультете математика, иностранный язык и русский язык. На факультете наук о материалах это математика, физика, химия и русский язык. Наконец, на биологическом факультете это биология, математика и русский язык. Я уже успел упомянуть сегодня об уникальной конкурсной обстановке, которая складывается в совместном университете в последние годы, когда на одно место, выделенное для китайских абитуриентов, претендует иногда до 30 человек, а среди международных студентов иной раз конкурса нету и вовсе. К сожалению, сейчас о совместном университете за пределами Китая мало кто знает. В этом году контрольные цифры приема будут расширены. Так, филологический факультет набирает в 2,5 раза больше международных студентов, вместо 2 в прошлом году 5 человек. Факультет учислительной математики почти в 2 раза больше, 12 человек. Факультет наук о материалах набирает 4 человека. Экономические и биологические факультеты набирают по 7 международных студентов. Подробную информацию о процедуре приема вы найдете на нашем сайте smbu.ru. Там вы сможете найти примеры вступительных испытаний, потренироваться и оценить свои силы, насколько по зубам вам сдать вступительные испытания в Московский университет. Там же вы найдете правила приема. Там же расположена электронная анкета, которую нужно заполнить для того, чтобы участвовать в нашем конкурсе. Ну что же, давайте немного помечтаем и представим, что вы поступили в совместный университет. Давайте посмотрим, что же ждет вас в кампусе МГУ ППИ в Шэньчжэне. Итак, с июля 2019 года университет функционирует в постоянном кампусе с уменьшенной копией главного здания МГУ в центре архитектурного ансамбля, девятиэтажной библиотекой, просторным залом торжественных собраний более чем на 700 зрителей, с современными учебными и лабораторными корпусами. На 33 гектарах парковой территории расположены живописные аллеи, фонтаны, классические китайские беседки, фруктовые сады и даже лебединое озеро. На этом слайде можно рассмотреть комплекс зданий совместного университета. В центре располагается главное здание высотой 156 метров. Рядом с ним зал торжественных собраний. Студенческая зона расположена вот здесь. Это студенческое общежитие, столовая и спортивный комплекс. Кроме того, у совместного университета есть свой собственный стадион. А вот по цифре 7 здесь за деревьями кроется замечательное здание. Это центр студенческих инициатив. Это студенческие кружки и клубы, где у студентов всегда есть возможность собраться и провести время так, как они хотят. Под номером 8 и 9 вы видите общежитие для магистрантов и аспирантов. Под номером 10 квартира для преподавателей. А здесь расположена библиотека совместного университета. Девятиэтажное здание. Ресторан и столовая на Лебедином озере. Несколько учебных корпусов. И два лабораторных корпуса. А еще совместный университет это несомненно одно из самых безопасных мест на Земле. Закрытая территория с охраной, системой распознавания лиц, 2700 камер внешнего наблюдения, приветливые охранники, разъезжающие на гольфмобилях и сигвеях. Все это делает совместный университет самым безопасным местом в одном из самых безопасных городов мира. Мы приглашаем вас обязательно зайти на наш сайт, добавиться в группу ВКонтакте, изучить наш канал на YouTube, посмотреть VR-тур по кампусу совместного университета, полюбоваться видами МГУ ППИ, узнать больше про наш совместный университет. Но, конечно, лучше всех, понятнее всех и доступнее всех о том, каково быть частью совместного университета, расскажут наши студенты. Всем привет! Меня зовут Полина. Я являюсь студенткой совместного университета МГУ ППИ и хочу рассказать про студенческую жизнь. Начну я с кампуса, потому что это то место, где мы проводим большую часть нашего времени. Для меня очень важно жить в условиях комфорта и чувствовать себя там хорошо для того, чтобы продуктивно учиться. Так вот, наши корпуса, наши общежития очень новые, современные. Когда ты привозишь туда свои вещи и заказываешь какие-то вещи на Таубау, то там по-настоящему уютно и заниматься становится в разы приятнее. В комнатах есть туалет, ванна, балконы, шкаф для одежды, стол, полки для книг. То есть всё для того, чтобы комфортно было заниматься. Также есть на этажах ботылки. Это такие аудитории, в которых ты можешь заниматься, собираться вместе, обсуждать что-то со своими однокурсниками и делать вместе домашнее задание, например. Есть столовые, есть кухни. В кухнях мы готовим разную еду, делимся с китайскими студентами какими-то рецептами русских блюд. Они показывают нам, как готовятся китайские блюда, и это бывает очень увлекательно. Но чаще всего мы едим в столовой. В столовых несколько, там есть еда на любой вкус, и китайские традиционные блюда, и русские традиционные блюда, и какие-то полезные салаты. Но больше всего мне нравятся кофейни, потому что там настоящий зерновой кофе, и по утрам это спасает для того, чтобы приходить к первой паре в хорошем настроении и бодро. Большое внимание университет уделяет спорту. Есть абсолютно разные кружки, и можно выбрать то, что нравится тебе. Я попробовала тайди цюань, это такое китайское боевое искусство, очень интересно. И узнала, что бомбинтон — это не только игра для дач, а ещё и настоящий спорт, где есть свои правила. Для меня это было просто настоящим откровением. Ещё университет организовывает разные мероприятия, посвящённые музыке. Например, у нас есть такой русский самовар. Это когда китайские студенты и русские студенты выходят на сцену и на разных языках готовят какую-то программу, читают стихи. Русские студенты на китайском языке, китайцы на русском языке. Это всегда очень интересно и поражает, как за какой-то короткий период времени ребята успевают так подготовиться профессионально, на таком достойном уровне. Дорогие друзья, мне хочется верить, что мне и моим коллегам удалось убедить вас в том, что поступление в совместный университет — это действительно уникальная возможность. Я надеюсь, что рано или поздно мы с вами обязательно увидимся там, в 8000 километров отсюда, в нашем солнечном Шенчжене, в кампусе совместного университета МГУ ППИ. Добро пожаловать! Продолжение следует...